РАДИО БОЛТКОМ 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 в Турции и так далее, а в нашем получается, что если ты работаешь на кухне, тебе надо работать в коллективе маски, и поверьте мне, на кухне летом в маске вообще никакая, ну, не лимонадная. Ну, на кухне с ее температурами, в общем-то, и без масок тяжело. А тут если привиты, да еще в маске, ну, это действительно как-то уже легкий перебор начинается. Хорошо, ну, вот эта инициатива с детьми до 12 лет, вы обратились, ну, какой-то полшага навстречу вам делают или нет? Ну, вот то, что мы вчера услышали, мы сегодня будем ждать, потому что мы сказали, ну, давайте, ну, пожалуйста, помогите хотя бы, потому что люди приходят, ну, с детьми очень многие, ну, и семьи приходят с детьми кушать, да, и я бы сказал, это уже идет такая чуть-чуть, ну, такая абсолютно ненужная дискриминитация, ну, такая уже такая, ну, так. Вчера, опять же, появилась информация, такое сообщение, что 36% предприятий общественного питания не выживут без помощи со стороны государства. Вы подтверждаете эти цифры? О какой помощи, в принципе, идет речь? Вот видите, одна из этих вещей, когда у тебя есть, ну, рестораны, ты можешь работать только с 50% в зале, вопрос, кто будет платить за вторые 50%, потому что в торговых центрах аренда очень-очень большая, это там, не знаю, 6-7-8-10 тысяч, да, и это означает, что ты, у тебя есть узняемость, в котором ты можешь, тебе разрешают работать с 50% этого, ну... Загруженности. Да, да, кто будет платить за остальные 50%, ну, кто? Я не хочу платить, как посетитель, я не хочу платить, ну, касаемо ваших ресторанов, там, за какую-то пиццу или супчик, не-не-не-не-не-не-не. Да-да-да, и, ну, если вы запрещаете, ну, окей, ну, тогда, ну, датируйте, ну, ты не можешь просто закрыть, ну, вы поняли, да? Да-да-да, и вот вопрос, действительно, как вы планируете пережить вот этот еще год, то есть получается, что еще, как минимум, год будет продолжаться все эти ограничения? Ну, кстати, в дополнение, те 50%, кстати, это же все взаимосвязано, вы говорите 50% загруженности, кто будет платить за вторые 50%, тут как бы одна из идей возникает, ну, так, сходить к руководству торгового центра и договориться о какой-то скидке, но тут же выясняется, что торговые центры буквально там сегодня-завтра, может быть, принято решение, что непривитых туда вообще не пускают, ну, это как снежный ком, это вот проблема за проблемой цепляется и так далее. Но, тем не менее, на данный момент какие-то переговоры с руководством торговых центров велись, не велись, наверняка велись, насколько успешно они навстречу идут в плане аренды снижения? Они же понимают, что вы не можете физически при всем желании заполнить 100% мест. А если все закроются, то это будет и центру тоже плохо? Совершенно верно. Да, но видите, это у каждого свой бизнес, и когда идет речь о бизнесе, который надо спасти там 3-4-5 месяцев, да, там и инвесторы торговых центров, они там надувают шок и это помогает. Но когда это уже идет такими уже, уже ты не можешь полтора года все время с протянутой рукой спрашивать. Потому что бизнес, я их тоже понимаю, ну как? Ну, очень много торговых центров, все-таки это там займы в банках и так далее, но у них по-своему построен бизнес. У них не построено, что тут все не будут платить целыми стебелями, да. И я считаю, что все-таки это проблема уже государства. И если вы считаете, что мы так должны там не разрешать там спасать и там каждый человек, тогда, ну, тогда мы делаем опять дотации. И я, я как гражданин, я не за дотации. Потому что мне, я за то, чтобы мне разрешали работать. Я сам разберусь с собой, разрешить мне работать. Я уже 20 лет в этом бизнесе и я разберусь. Если кто не может с собой разобраться, ну, конкуренции никто не отменял. И, возможно, и в этом Павасаре останутся те, которые смогут проконкурировать. Но конкуренция, это означает, что ты можешь работать. Они просто тебя мучают все время. Останутся ли террасы в зимнее время? Насколько рестораны готовы там ставить какие-то обогревающие лампы, пледы? То есть для того, чтобы накормить непривитых? Да, у нас это все поставлено. Но я еще раз повторяю, до 12-14 градусов, и если безветренно, это помогает. Но когда минус плюс 5 или 7 градусов и поднимается в Риге ветер, который у нас, поскольку Балтийское море, он очень часто, да, тогда эти лампы, их продувает. Их просто, ну, это тепло, ну, его нет, можно так сказать. И это не поможет. Это точно не поможет. Плюс жалко самих официантов, которые будут бегать из помещения наружу туда и обратно. Да, но мы даже сейчас приняли, когда вот это было похолодание, мы сказали, что каждый ресторан может выбрать, если они хотят, там, зарабатывать чай и так далее. Они могут открывать террасы, но если они не хотят, они могут. Потому что все-таки я, как работодатель, не могу просто сказать, я хочу, чтобы ты плюс 6 градусов на улице работал. Ну, мне это не прилипнет. Если вы там между собой это хотите, зарабатываете, и вы что-то можете открыть. И тогда каждый ресторан выбирает, что он хочет. А сколько ребят уволилось за это время? Сейчас в данный момент не уволилось много, но сейчас буквально вот этот момент, когда терраса уже точно закрывается, потому что, ну, там 20 сентября было плюс 20 градусов, да, но этот момент, который мы пытаемся с правительством договориться, чтобы они пытались какие-то нормы, ну, вот эти с детьми и так далее, приходить в рестораны. Потому что в данный момент тогда придется увольнять людей. Ну, и я думаю, что в нашем ресторане будут увольняться, если ничего не поменяется, это где-то 20%. И 20% это около 40 человек. И проблема в том, что я уже там писал и правительству, и в нашем чате, что если в прошлом году осенью оставали в Дикстове людей, и они никуда не могли уехать, поскольку вся Европа была закрыта, в данный момент все открывается. Дания открывается, Норвегия открывается, Англия открыта, да, Англия открыта, и очень там не хватает рабочих, рабочей силы. И они уедут. Они 100% уедут. Там вообще без вариантов. У всех есть семьи, и все просто встанут, сядут, поедут в аэропорт и улетят. И проблема в том, что 40-50%, я думаю, от них не прилетят обратно. И это уже проблема государственная. Это не я один себя хочу спасать. Да, то есть получается, что, в принципе, это может привести к массовому оттоку рабочей силы именно из Латвии. Да. И, между прочим, вакцинированные рабочие силы, поскольку в Европе тоже спрашивают эти вакцины. Ну, в принципе, год назад уже были такие разговоры, что если придется сейчас увольнять, то при первой возможности эти уволенные уедут из страны, там работу найдут, и мы их потеряли. Они не вернутся уже с таким отношением. Да, но тогда им не было возможности. Ну, да, да, да. Я говорю, что при первой возможности они сядут на чемоданы, и все, и полетели. Весело. Ой, кошмар. И это ведь относится не только к вашей сети, это относится ко всей вашей индустрии. То есть там десятки предприятий, то есть то, что вы говорите, там 20%, каких-то 40 человек, нолики только пририсовываются. Речь идет на сотни, наверное, о тысячах молодых ребятах. Ну, я думаю, что в каждом даже маленьком кафе, если они летом работали дистритором, при этом, как закон сейчас есть у нас работает, они тоже уволят двух человек, трех. Ну, каждый ресторан, думаю, потеряет 20-30% из рабочей силы. Ну, ее не будет просто девать. А на Павасаре, ну, ты их не найдешь. Это будет катастрофой, я считаю. Такой наивный вопрос. Будут закрываться не из-за финансовой ситуации. Уже сейчас были очень много вещей, когда рестораны работали в июне с половиной возможностей, только потому, что ты не мог найти работников. Так, Эндрис, наивный такой вопрос. Надежда-то есть на то, что пойдут навстречу и какие-то послабления все-таки сделают для вашей работы? В самом начале, когда у нас был в прошлой неделе разговор, было такое ощущение, что мы просто никуда говорим. Действительно. Ну, просто в них никуда. Но вчера просто мы там начали читать, что они вот сегодня что-то примут, а что мы не знаем. Я надеюсь, что они сделают эти годы дети. Нам это очень-очень важно. Потому что это абсурдно. Ну, все время мы тестируем детей, они едут в автобусах, они едут везде, они в классах, но в ресторан... А поесть не могут. Ну, как-то, да, не логично. Назовем это, да, политкорректно, непоследовательно это все как-то. Ну, хорошо, хорошо, ну, желаем вам удачи в борьбе, а и нам... И вашему бизнесу удачи. Чтобы было куда-то уже пойти и вкусно поесть. Да, спасибо. С нами был представитель Латвийского общества ресторанов и совладелец сети Вайрек Саулас Эндейс Березниш. И речь шла о работе террас, подготовке к зимнему периоду, конечно, какие террасы в нашем климате зимой, и отсутствие помощи со стороны государства. То, что Эндейс сказал, ждем новостей. Буквально сегодня, да, должна появиться какая-то информация о новых ограничениях или, наоборот, о разрешениях с замиранием сердца. Будем ждать. Обновляем ленту портала MixNews.LV. А у нас с Олегом короткая пауза, после которой традиционный гость культурной направленности.